Это крайняя точка острова. Мы прямо только что чуть навстречу не наехали. Людей вышло совсем немного. Вот можно снять гольф-кар. А вот это очень похоже на взлетную полосу. Неужели сюда самолеты летают? Первые на остров женщины должны выйти женщины. Нет такого цвета воды ни в Плайо-дель-Кармен, ни в Тулуме. Так это частная территория. Нас спросили, где наши браслеты. Зачем-то же лестницу эту здесь построили. Не ожидали мы такого от этого острова. Наконец-то прибыл наш паром. Вот зачем здесь лестница. Интересные здесь правила дорожного движения. Машину нужно возвращать не в том офисе, в котором мы ее брали. Всем привет! Вы на канале Пара Рюкзаков. И мы сейчас движемся в сторону Канкуна из Плайо-дель-Кармен. Сейчас на часах 9.30. У нас сегодня крайний день отдыха. Нашего завтра мы улетаем. Поэтому хотим сегодня все успеть. Да, сегодня 11-й день нашего путешествия по Юкатану. Вчера вечером мы приняли решение все-таки вернуться в Канкун. Еще раз насладиться этой невероятной водой Карибского моря в Канкуне. Мы экстренно забронировали отель прямо на берегу, прямо в зоне отельера, где мы гуляли недалеко от пляжа Дельфин. Но не там, где сконцентрированы самые дорогие отели, а в начале зоны отельера, там они подешевле. Прямо с выходом на море. Погода, конечно, не пляжная сегодня. Но, тем не менее, что нам остается делать? Вообще нам Юкатан подарил классную погоду. Все дни было солнечно, тепло, теплая вода. Так что мы довольны. Хотим сегодня посетить остров Ислам-Мухерас. Так как у нас в Плайе-Дель-Карме не состоялась поездка на пароме на остров Касумель, поэтому хотим какой-нибудь остров все равно увидеть и сделать это именно в Канкуне. В Канкун мы уже знаем, знаем, где какие пляжные зоны, где выходы к морю. Надеюсь, дождь не сильно испортит настроение и план нашей поездки на сегодня. Плайе-Дель-Карме Да, что хотелось вернуться в Канкун из этого цвета воды, просто невероятного. Нет такого цвета воды ни в Плайе-Дель-Карме, ни в Тулуме, а вот только в Канкуне на полуострове Юкатан. Просто невероятная вода. Мы сейчас находимся в нашем отеле. У нас чекин только в 3 часа, но нам разрешили оставить машину и пользоваться территорией отеля. Вот такой бассейн здесь уже большой. Отель довольно староват. Вот, но смотрите, на самом берегу зоны отельера. Я сделаю потом обзор номера, расскажу об этом отеле подробнее и укажу стоимость за ночь. Сейчас море неспокойное, но люди все равно купаются. Вот смотрите, какой цвет воды. Просто бомба. Просто бомба. Вот стоило, честно, правильное решение мы приняли, что вернулись из Плайе-Дель-Карме для того, чтобы наши впечатления остались самыми-самыми яркими от такого моря. Нравится море? Да, вообще невероятная вода. Я представляю, если сейчас еще солнце выйдет, так она вообще будет просто как с мультика. Вот сейчас мы хотим поехать на Исламухерес, но когда увидели такую красотищу, что такое море такого цвета, аж засомневались, надо ли нам этот остров, может быть, останемся здесь. Но сейчас решение примем. Едем на автобусе R2 в конец зоны отельера для того, чтобы сесть на паром и все-таки поплыть на остров Мухерес, посмотреть, какая там цветом вода. Если, конечно, паромы сейчас ходят, так как дождь и на пляже выставлены красные флажки, что говорит о том, что сейчас купаться нельзя. Шторм. Вообще есть три или четыре парома, которые перевозят вас на остров и обратно. Там разная стоимость паромов и разный график отправления. Мы сейчас сами разберемся и подскажем, какой удобнее, каким паромом воспользоваться решили мы. Случайно сошли еще в такой центр. Еще случайно, потому что наш автобус повез подальше от терминала парома, и мы вышли вынужденно и наткнулись прямо на такой большой центр сувениров. Но они здесь не в пять раз дешевле, чем в Плайе Дель Кармен, но в два с половиной раза точно. Но вот такие магниты в Плайе стоили 10 долларов в три штуки. Здесь 5 долларов в три штуки. То есть, если у вас есть время, садитесь на автобус R2 и едьте в конец за автовокзал Адда. Буквально там 3-4 остановки. Так, приехали мы на паромную переправу. Называется Ультрамар Плайя Тортугас. Их тут, по-моему, 4. Мы ехали к Дальней. Мы ее так и не нашли. Там немножко заблудились. Заодно вышли на остановке с сувенирами. И там потеряли час времени. А сейчас мы направляемся за билетами на паром. И посмотрим расписание, когда он отправляется и сколько времени он идет. Так, купили билеты. Билет стоит один 25 долларов в обе стороны. То есть, на двоих это 50 долларов. Туда-обратно отправление в час 30, в час 15, обратно в 4.30 следующий. Вот здесь проверяют наши билеты. Паром прибыл, люди вышли. Людей вышло совсем немного. Я не знаю, человек 10 может. А мы сейчас будем заходить внутрь, наверное, на первый этаж. Потому что ветер так довольно прохладный. Плыть ему минут, наверное, 15-20 всего до острова. Подплываем к острову Женщин. Первый на остров Женщин должна выйти Женщин. Всегда по всему. Наконец-то можно снять маску. Вот можно снять гольф-кар. Здесь это популярный вид транспорта на Исламухерес. А мы еще не интересовались стоимость какая. И нужен ли он нам. Сейчас пока мы просто вышли из порта. Пройдемся, посмотрим немножко город. От самого порта на острове Исламухерес мы перешли на другую сторону острова. Но мы посмотрели по карте. Здесь очень узкая часть острова. Она, не знаю, мы прошли метров 200, не больше. И это уже обратная сторона острова. Между прочим, остров Исламухерес считается самой восточной, континентальной точкой Мексики. Море сегодня шумит вовсю. И ветер сильный. А вот это очень похоже на взлетную полосу. Неужели сюда самолеты летают? Так, здесь можно взять багги. Хотим узнать, что почем. Стоит небольшая очередь. Ну вот по всему острову эти багги только ездят. Ну, гольф-кары точнее. Багги можно взять на 2 человека 600 пояса на 2 часа, 8 часов 950 и на сутки 1400. Нужно заполнить анкету и дать залог в свои права. Принимают и карты, и наличка. Инструкции использования Хара никто не дает. Ну, тут особо две педальки. Стопы поехали, поэтому, думаю, разобраться несложно. Здесь сразу была большая очередь. Мы, когда только вышли с парома, было очень много машин. Но мы пока прошлись немножко по острову, и очереди не стало. И освободилась машинка. Сложная, конечно, система. Сразу подгазовываешь так. Резко. Мы прямо только что чуть навстречу не наехали. Очень, конечно, страшно. Нужно привыкать. Конечно, здесь движение. Машины очень быстро ездят. И на этих баггах ты такой какой-то незащищенный. Немножко страшно. У нас, конечно, первый такой опыт езды на таких гольф-карах. Но все нужно попробовать впервые. Наверное, здесь солнечную погоду, очень красивая вода. Поэтому даже не сомневайтесь, приезжайте на Истаму Херес. Это, скорее всего, указатель на дельфинарий. Делаем на нашем гольф-мобиле небольшие остановки, чтобы насладиться вот этим красивым морем. Мы уже в конце острова. Если бы мы гуляли пешком, мы, конечно, бы сюда никак не попали. А море здесь, ну, вообще, даже еще красивее, чем в Камкуне. Нашли тайный проход, с которого открывается сказочный вид на море. Конечно, мы бы этого всего не увидели, если бы не взяли наш гольф-бар. Короче, так это частная территория. Нас спросили, где наши браслеты. Мы сказали, что мы зашли оттуда. Ну, здесь, как бы, не совсем такой, скажем так, барадный вход. Хотели запустить дрон, но даже запустили. Он там метров 10 летел вверх и приземлился, потому что здесь не зона полета. Это крайняя точка острова. Здесь вход свободный. Много кафешек, сувениров. Ну, тут уже пешеходная зона. Здесь уже проехать нельзя. Вот, можно спуститься в самый низ. Просто шик, ребята. Не ожидали мы такого от этого острова. В Канкуне вода просто неимоверная. Здесь она еще красивее. Но я не ожидал лично. Вот еще есть какая-то лестница. То ли это пещера какая-то. Ну, зачем-то же лестницу эту здесь построили. Вот, зачем здесь лестница. Шик! Вот самый край острова Ислан-Ухерес. Там какое-то строение древнее. Кстати, здесь тоже были строения майя. И вообще, когда конкистадоры нашли этот остров, какой-то из пиратов, точнее, он отклонился от маршрута. Они плыли из Кубы. Вот. И нашли этот остров Ислан-Ухерес. Назвали его Ислан-Ухерес в переводе с испанского. Это остров женщин. Потому что здесь было много статуй женских. На самом деле, это была какая-то одна из богинь майя. Да, богиня плодородия. Да, и здесь было много женских статуэток. И все ими устелено по всему острову. Сюда тоже можно спуститься при желании. Какая мощь моря здесь чувствуется, конечно. Все, посмотрели, что хотели. Сейчас будем ехать обратно. Нам через 50 минут нужно сдать баги. И через 40 минут у нас отправляется паром обратно. Если мы опоздаем, то будем еще час ждать следующего парома. Поэтому постараемся ехать аккуратно, но быстро. Интересное здесь правило дорожного движения на Ислан-Ухерес. Мне кажется, если ты на баги, значит, ты первый должен проезжать. По крайней мере, все уступают. Потому что знают, что на баги могут сесть все, кому не лень. Вернули мы свои баги. Забираем права. Хотя у нас еще было времени 30 минут. Но мы решили, что остров мы объехали. Решили своевременно прийти уже, заблаговременно прийти на паром. Так, возвращаемся обратно в Канкун. Идем на свой паром, который через 3 минуты должен стартануть. Наконец-то прибыл наш паром. Опоздал на 40 минут. Люди стояли в очереди, прямо внутри порта. Несмотря на то, что ковид-19 и все дела. Обратно поедем на открытом воздухе. Сейчас тепло. Так, ну сверху все же поинтереснее немножко ехать. Сейчас не так холодно и не так быстро порог движется. Такой ветерок в лицо. Мы здесь сели на втором этаже, на первом ряду, прямо. Но от ветра также защищает такая штучка снизу. Подъезжаем к Канкуну. Вообще красота. Неимоверная. Так, вот этот маяк, на который мы в первый день таки не сумели, не успели точнее добраться. Сейчас мы высадились здесь, прямо в начале зоны ательера. Вот наш сзади паром находится. Он дальше будет ехать до Тартуги. Это та остановка, где мы садились на него, когда ехали на островы Славу Керес. А мы сейчас едем в отель. Мы машину там оставили, но уже 6 вечера. Мы до сих пор не зачекинились. Сейчас зачекинимся и будем немножко отдыхать. А еще нам надо сейчас уже сделать чекин на наш самолет. Огромный номер. Две двуспальных кровати. Уже так полюбившимся нам вентилятором. А вот шкаф. Короче, вот кухня целая есть. Можно тут готовить завтраки и ужины. Не знаю. Вот есть холодильник огромный. И такая ванная комната. Тоже такая интересная. Большая комната. Как полноценная квартира. Как полноценная квартира. И вот такой балкон с видом на бассейн. Бассейн. Ну и сейчас уже темно. Море не видно. Но море отсюда тоже шумит и его видно. Нам осталось только переночевать. Перепаковать заново вещи. Ну и ехать. Сдавать автомобиль. И потом ехать в аэропорт. Доброе утро. Сделаем небольшой обзор отеля Cancun Plaza Seaview. Сейчас пол восьмого утра. Мы проснулись в шесть. Собрали сумки. И вышли полюбоваться этим красивейшим морем. Посмотрите. Где-то там наш номер. Сегодня тоже тучи. Видимо тоже будет дождь. Вода такая очень приятная. Здесь есть камни. Надо аккуратно купаться. При таких волнах. Это уже самый конец зоны отельера. В правую сторону уходит аэропорт. Ну а туда все самые-самые дорогие отели. Выехали мы с отеля. Сейчас с начала десятого. Нам до десяти нужно успеть сдать машину. Вылет у нас в 14.25. В 14.25. Мы, как всегда, все делаем заблаговременно, не спеша. Очень, конечно, не хочется уезжать. Прекрасная страна. Замечательный отдых. Все сложилось. Все получилось. Я думаю, что Мексика это та страна, которую можно посещать неоднократно. Потому что за один приезд невозможно охватить все. Поэтому мы выбрали пока только час Мексики. Это Юкатан. Но впереди еще очень-очень много чего можно посмотреть в Мексике. Машину нужно возвращать не в том офисе, в котором мы ее брали. А, видимо, здесь на техплощадке. Так, все приняли у нас машину. Все без проблем. Значит, депозит, сказали, вернется в течение трех дней. И есть бесплатный трансфер в аэропорт. То есть, вас сюда привезли и вас отвезут в аэропорт. Ну что, ребята, закончилось наше 12-дневное путешествие по Юкатану. У нас все вышло. Мы все посмотрели. Мексика нам очень понравилась. Именно полуостров Юкатан. Пирамиды, сеноты, пляжи. Ну, все просто супер. Погода вот такая вот. Ноябрь месяц, ребят. Так что, если будет возможность, прилетайте сюда, смотрите наши видео. И задавайте вопросы в комментариях. Мы на все комментарии всегда отвечаем. А впереди у нас еще множество путешествий. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok